Жить полноценно. То есть, например, если это музыканты, то заниматься с умом не надо по 10 часов, можно и 15 минут, но всегда с умом, ставить перед собой цель какую-то. Жить полноценно, а это жизнь самый большой учебник. Сама жизнь, если наблюдать и быть внимательным, то, в общем, она ожидается один раз все-таки. Спасибо большое, Юрий Абрамович, за то, что нашли время дать нам это интервью. Вы можете с нами встретиться после потрясающего совершенно выступления, концерта. Но сегодня это был необычный концерт. Вы могли бы рассказать немножко, почему это было особенное выступление и чему оно было посвящено? Ну, это все, ну, как бы непросто, и в то же время все понятно, что мы приезжаем уже не первый раз. Это пятилетие культурных русских сезонов. И нас здесь всегда прекрасно принимает организация. Это мы уже такая одна семья стали. Мы дружим. А кроме этого еще и прекрасно это все организовано. Великолепный зал неповторимый. И по красоте, как вы видите, и акустика изумительная. Вот. В целом, в этом сезоне солисты Москвы очень много выступают. Много дома, на родине и за рубежом тоже. У нас юбилейный тур. Поэтому составу этому коллективу 25 лет. Часто говоря о своем детстве, вы вспоминаете, что вам приходилось лавировать между школой, домом и двором. И у меня возникло такое впечатление, что именно в то время, наверное, вы получили такую закалку, наверное, на всю жизнь, когда вы научились общаться с разными людьми, договариваться уметь. И вам не кажется, что это как-то вам могло пригодиться в вашем будущем? Конечно, это пригодилось и пригождается и сейчас, но я бы не хотел бы желать детям, не только моим и внукам уже, я бы не хотел им желать проходить именно эту школу. Потому что сообразить, как себя вести, можно и без трехглавости. Мы все такие были трехглавые драконы какие-то, существа. Но именно приходилось... Но дома ведь не будешь матом разговаривать с родителями. Категорически там моя мама могла упасть в обморок, я помню. Однажды литературное слово, которое в русской литературе встречается и точки не ставит. В общем, литературное слово, но все равно это для нее было так сильно, что она могла упасть в обморок, если вдруг такое слышат. А в школе, конечно, нельзя было рассказывать то, о чем шепотом говорят дома, когда обсуждалась какая-то политическая жизнь и экономическая. В школе тоже нельзя. А на улице, если ты не разговариваешь матом, значит, ты маменька-сыночек. Да еще с фокляром скрипичным ходишь. Поэтому, конечно, на улице максимально я был уважаемый уличный мальчик, потому что я лучше всех катался на велосипеде, быстрее всех, и еще задним ходом умел, научился. Потом после фильма «Великолепная семерка» мы все себе купили ножи и метали в дерево ножи. Вот я был чемпионом не по такому броску, а лезвие вот наверх и, значит, снизу вот так. Причем эти ножи ведь они не имеют утяжеления свинцовые в конце, и поэтому это действительно нужно было рассчитывать точно, сколько раз мы крутятся. Ну и это уважение уличное, это очень важно. И драки были, конечно. То есть все, что вы делали, вы старались делать как следует, хорошо. Ну, старался, да. Поэтому везде вас любили и уважали. В принципе, да. И принимали за своего, получается. Да. Вы знаете, однажды мне довелось беседовать с венгерским психологом и педагогом Ласло Погаром, отцом трех девочек, все девочки впоследствии стали чемпионками мира по шахматам. Это Сюзан, Юдит и София Погар, известные достаточно шахматистки с мировым именем. И таким образом он доказал теорию, что гениями не рождаются, а гениями становятся. И мне кажется, что это также подтверждение слов Столярского, чьи слова вы любите приводить в своих интервью, имени которого названа «Музыкальная школа в Одессе», который говорил о том, что мне не нужны талантливые дети, мне нужны талантливые мамы. И мне бы хотелось спросить, в чем заключался талант вашей мамы? Ну, да, смысл верно передали сейчас. Да, так высказывался Столярский. В чем талант мамы? В том, что она явилась, я бы так сказал, проводником через любовь к своему ребенку, она, собственно говоря, могла мной руководить. Но уважая меня, находила интересующие меня какие-то направления. Сначала ведь она не знала, что я на скрипке начну играть. Ее попытки были такими. И спорт приводил меня в какие-то спортивные… Ну, вот я ходил в прыжки, в воду, потом фехтование. Это я с удовольствием этим занимался. И у меня был даже юношеский разряд второй. Это первый разряд, который вообще существует. Самый слабенький, начало только. Но потом меня забрали, она же, вот опять-таки, это ее талант в этом. Кто-то ей шепнул на ухо, что, значит, кисть зажимается. Фехтование, что она может стать очень жесткой кистью. Это плохо для смычка. Все, она так мягко меня оттуда увела. Значит, то же самое с ватерполом тоже. Десять дней всего занимался, что могу вывихнуть палец или что-то, прием мяча. То есть, поэтому ни баскетбол, ни ватерпол, ни волейбол. Это нельзя было. В чем еще талант? Стою, занимаюсь, слеза течет от меня. Потому что я в окне вижу моих друзей, играющих в разные игры, в футбол. Мама говорит, ну а что, иди с ними погуляй. А я-то понимаю, что ей хочется, чтобы я больше занимался. А говорю, что нет, я еще не сделал задание. Она говорит, ну ты же, я же вижу, как ты ходишь на улицу. Иди, что-то ты же не в тюрьме находишься. Иди. Проголодаешься, бери свой этот велосипед, проголодаешься, вернешься, поешь и еще позанимаешься. И вот так вот она все время балансировала. И действительно, через несколько часов я уже хотел есть и поехал домой. И с благодарностью, в общем, прекрасно. И не спешил. Два с половиной часа, три часа катался. Ну вот, потом поел. А потом действительно, ну уже для мамы. Раз уж так. И так мы с ней все время договаривались обо многом. Но она была, конечно, против, чтобы я деньги зарабатывал. Хотя жили очень бедно. Как говорили в Советском Союзе, на зарплату. Вот это было такое понятие. Но поэтому мне ее приходилось обманывать. Если я где-то с гитарой, со своей группой, мы играли на выпускных вечерах, там на свадьбе какой-то, там еще. Ну, разные были выступления, за деньги. А я не мог сказать, что я играю за деньги. Значит, это был бы скандал. Вот. Я говорил, что я со своей девушкой пошел на день рождения к ее подружке, там, или еще. Вот почему у меня вечером нет. Но... Потом... Однажды она не могла найти рубль для меня в школу. И я видел, как она ходит. А у меня, примерно, 238 рублей просто в кармане лежат. И у меня нервы не выдержали. Я признался. Сказал, что вот. И тут же, вот что такое талантливая мама. Она говорит, ну, хорошо. Так случилось. Ты знаешь, вот многие твои одноклассники занимаются частным образом с педагогами. По сольфеджио, по гармонии. Потому что в школе недостаточно высокий уровень. А ты же будешь в московскую консерваторию поступать. Давай вот эти деньги мы потратим на этих учителей. И папе ничего не будем говорить. Потому что папа тоже был против. Ну вот, так мы... В результате я щелкал за полминуты эти экзамены в Москве. И еще пересылал шпаргалки, писал для решения другим. За что меня чуть не выгнали. Конечно, оказывается, это тот, кто передает, и тот, кто получает. И, значит, их выгоняет. У нас была очень-очень талантливая и любящая мама. И вот это то, о чем как раз мы и говорим. В одном интервью вы говорите, я цитирую. Мне кажется, что с годами человек набирает столько информации. И хорошей, и плохой. И по жизненным событиям, что он перестает быть естественным. А в творчестве это большая беда. Возрастает мастерство, исчезает натуральность. То, что дано в детстве, загрязняется. А это самое ценное, что есть по жизни. Если есть ощущение к музыкальным тяготениям, гармонии, если есть острота этого ощущения, главное его сохранить. И в другом интервью вы говорите, что неестественный ко мне не прилипнет, а если прилипнет, очень быстро отлипнет. Как вам удается сохранить эту естественность, эту натуральность? Ну, легче говорить об этом как бы в мире музыки. Это легче в жизни. Это уже как, что кому дано. А в музыке, вы знаете, есть такая была знаменитая, замечательная женщина, журналист в военные годы, по-моему, в Америке. Фамилия ее Зонтак. Имя сейчас не помню. Фамилия Зонтак. Вот мне попалась книга ее. Я могу пересказать одно ее высказывание. Не точно, конечно. Но это вот очень созвучно тому, что я думаю. А самая, я считаю, высшая точка уже творчества это умение уйти от самообмана. Вот я могу вот такую ноту издать. Я знаю, вот там 90% публики в зале оценят эту ноту, влюбятся и вообще просто вот будут. Значит, я знаю. Но если она не совпадает и это негармонично, я в каждом концерте, если получается, вот сейчас так у меня получается, значит, оно естественно. А вот если это не получается, а я за счет этой ноты, за счет вот этой краски звука буду подкупать публику, вот это как раз неестественно. Понимаете? Поэтому уйти от этого самообмана. Потому что есть исполнители какие-то. И, наверное, это у меня тоже такое случается. Но я все-таки всегда себе этот вопрос задаю. Что, в общем, один раз обманешься, второй раз, а потом и примешь случайно успех за достижение. Это разные вещи. Денис Мацуев в своем интервью нам сказал о том, что есть два места, где он заряжается энергией. Это сцена и озеро Байкал. А у вас есть такие места? Ну, во-первых, я несколько раз был на озере Байкал. Я тоже считаю, что там есть море энергии. Конечно, там заряжаешься. Так что тут я согласен с Денисом. Но он там чаще бывает и там родился. А вот что касается сцены, я сто процентов с ним согласен. Я и пойду дальше. Я вам так скажу, что я задаю себе вопрос, где этот виртуальный мир и где он настоящий? То есть вот за сценой или на сцене, и вне сцены, или на сцене. Частенько проходишь такой путь в каком-нибудь гениальном классическом произведении. Если ты погружаешься целиком, и вот все так звезды расположатся верно и как нужно, и состояние, атмосфера, и в общем, все это вместе, если совпадет, то получается, что это и есть лучшая часть жизни. А потому что мысли-то такие глобальные возникают во время исполнения. и когда получается все остальное какая-то суета уже вне сцены. А иногда наоборот. Ну, в общем, вот это так складывается. У вас много проектов, в которых вы совмещаете формы и разные виды искусства. Драматургию, музыку, живопись. Какой проект вы считаете самым удачным? И что бы еще хотелось сделать? Ну, я не могу сам как-то обижать свой же какой-то проект, который... А вот теперь есть другой, а тот был плохим разве? Нет, это все новое, и оно и талантливое. А то, что талантливо, оно оставляет след, конечно, огромный. Вот сейчас у нас идет спектакль «Маленький принц» в современнике, с Костей Хабенским. Там замечательная музыка. И вот этот спектакль потом у нас есть. Версия Евгения Онегин была очень интересная, поскольку у нас одно дело, город, в котором традиционно свой оперный мир есть и в оперном театре. постановка происходит. А другое дело, что есть люди, которые, однажды побывав на опере, больше никогда в жизни их туда не тащишь никакими средствами. Это же со многим связано. Во-первых, невозможность встать. А ты уже, если сидишь, то сидишь, значит. То же самое в концерте, конечно. Но концерт имеет антракт и, ну, полтора часа, ну, два часа. А опера бывает и пять часов. Вот если, не дай бог, такой мальчик поведет с родителями, это будет, как говорится, два раза в его жизни. То есть он пришел и больше никогда не придет. И таким образом теряется... В общем, идея Евгения Онегина в таком концертном исполнении в том, что актеры читают, собственно, текст, и тогда все понимают, что происходит. А потом знаменитые арии из этой оперы. Все это укладывается, допустим, в полтора часа или в час, и все очень довольны. Арии узнаваемые, ну, шедевры, конечно. Вот это мы тоже прошли таким образом. Это довольно новое слово. Хотя, конечно, в оригинале. Я уже как профессионал предпочту все-таки в оригинале слушать. Но люди не подготовленные, они получают прекрасный продукт. Вот это, ну, еще много-много-много всего. И с джазом, и кроссовом, и премьера бесконечная. И сейчас у меня очередь произведений, в общем, большая очередь. Да, вот недавно была премьера в Италии. Козьма Бодрова такой есть у нас, молодой композитор, с хором итальянским. Теперь он еще для меня концерт написал новый. Я вот буду премьеру, наверное, в Сочи исполнять. Наш сочинский фестиваль у нас невероятно за эти годы. Это фестиваль искусств. Не просто классической музыки. Там и балет, и симфония, и джаз, и... Ну, все. И главное, что Академия живет. Тоже проект Бешеный. Детская Академия во многих городах. Вот мы это развиваем и, в общем, радуемся успехам. Молодежный симфонический оркестр, который прослушиваем в разных городах, отбираем детей, подростков. Вот сейчас окончился новый, так сказать, созыв. И все эти прослушивания уже прошли. Теперь мы их опять собираем. Это сборы, будем учить программу. И пять концертов у нас будет. Два в Петербурге и в Москве. И затем Милан, концерт Гебал, Амстердам, и Мюзик Феррань в Вене. Вот детки впервые. Пятую симфонию Чайковского. Это надо представить себе, сколько работы впереди. Многие из сегодняшних музыкантов вашего коллектива когда-то к вам пришли выпускниками консерватории. Что бы вы сегодня пожелали молодым музыкантам, которые стоят в начале своего творческого пути? Молодым, работающим в моем коллективе? Нет, просто молодежи, которые сейчас слушают нашу программу. Жить полноценно. То есть, например, если это музыканты, то заниматься с умом не надо по 10 часов, можно и 15 минут, но всегда с умом ставить перед собой цель какую-то. Жить полноценно. А это жизнь самый большой учебник. Сама жизнь. Если наблюдать и быть внимательным, то, в общем, она ждается один раз все-таки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова